всем привет с вами я владимир тишевский и сейчас хочу поделиться с вами информацией о втором дне meizu mx3 но вы знаете обычно я на второй день жду сюрпризов от смартфонов всегда не выкидывать какие-то несусветные небылицы которые начинают там или подглючивать или еще что-то и в принципе помните с nexus у меня такая была фишка и да и со смартфонами тоже иногда бывает так что вот ну вроде как взял там посмотрел снял распаковочку все нормально отлично потом уже через на следующий день когда уже смартфон там разрядил зарядил то есть она уже как бы какие-то нюансы чувствуется смызу я могу сказать что в принципе у меня никаких сюрпризов не было и с одной стороны это немножко скучно то есть получается так что я жду сюрпризов а сюрпризов то нет с другой стороны я рад то что аппарат работает стабильно принципе я могу сказать что звонит он хорошо далее камера работает неплохо кстати что касается камеры то я могу сказать что все кому я показываю фотографии на мэйзу сделаны но по крайней мере конечно те которые сейчас находятся на мэйзу то они очень даже неплохие то есть вот вечернее время очень даже так ну хорошо показывает аппарат и сейчас я еще покажу принципе вот вечернее время торговый центр и нас еще всяких всяких разных интересненького вот еще тоже в торговом центре фотки конечно смотрится неплохо конечно осталось их сбросить в компьютер для того чтобы посмотреть как это смотрится на компьютере потому что ну часто бывает так что фотографируешь на мобильнике круто все уже в компьютере конечно не так интересно тяжело привыкнуть к этой сенсорной кнопки привычка все тянет меня вверх нажать на эту кнопку и могу сказать что еще что мне ну как бы я такое заметил это я не могу понять принцип автояркости смартфона здесь вот выставляется автояркость то есть как-то на даже на нексусе и на других смартфонах android как-то все было понятно здесь немножко непонятно то есть иногда он ни с того ни сего чуть добавляет яркости иногда он уменьшает яркости какой принцип здесь я понять не могу поэтому ну еще пока не понял вот может быть мне еще придет предстоит понять все таки это второй день с этим аппаратом в общем то в принципе все то что я хотел поделиться ну буквально коротенькое видео о том какие впечатления ну следующее видео это будет об играх я запущу целый ряд игр для того чтобы посмотреть как он себя идет в играх ну я уже почитал что в играх он ведет себя так ну можно сказать средне и кстати по бенчмаркам тоже хочу показать что 24811 бенчмарк то есть это не самый такой прям топовый но и не самый такой прям такой хороший среднячок то есть это среди флагманов это в принципе хороший середнячок и плюс ко всему конечно мне нравится то что смартфону очень сильно то есть завтра на второй день я уже не увидите и сразу привык то есть аппарат прям но бомба я могу сказать и я уже показывал его нескольким своим друзьям вот тут прямо так вот на посмотри то есть и несколько друзей были уже восторге то есть и даже один человек уже собирается нет даже два уже два человека собирается его покупать прям ну то есть настолько как бы он впечатляющие как бы вот берешь его в руки то есть начинаешь им пользоваться вот хотя бы чуть-чуть то есть поклацал посмотрел то есть все просто бомбово интересно и да это хороший телефон ну в обзоре конечно я подробнее все это расскажу постараюсь красиво все это что касается заряда аккумулятора я могу сказать что продержал он у меня 24 часа чем что я его снял вечером зарядки там поставил будильник все сработало нормально проснулся и юзать его то есть устанавливать все там клацать 20 20 звонить тестить все все якобы протестил и уже теперь могу сказать что аппарат работает 24 часа то есть это его хватает на целый день работы то есть конечно я не говорю о супер интенсивной работе то есть я имею ввиду там игры и снимать видео к примеру вот такие вещи как они очень сильно садят батареи поэтому они там ну этот аппарат немножечко все-таки не будет выдавать выдающихся показатель будет выдавать просто стандартный как у всех то есть он будет жить так же само как и все но что касается работы без проблем сутки 24 часа он приблизительно там плюс минус пару часов он у меня проработал и после этого я уже его поставил на зарядку этого достаточно вообще всегда достаточно для того чтобы то есть вообще я считаю что очень правильно чтобы смартфон хорошо дожил до конца рабочего дня то есть утром я его снял зарядки вечером там поздно я там 23 там 35 прихожу домой и смотрю у меня там 7 10 процентов заряда ну да где то так то есть это хорошо вот это оптимальный вариант то есть я вот там просто даже не задумывался о том что я в этом использовал но я знаю что люди которые покупают такие флагманы чаще всего они имеют машину машине имеет зарядку они работают или в офисе в офисе есть тоже специально зарядная или просто юсб шнур чикнул в компьютер и все вот ну в моем случае это вообще хорошо шикарно то есть я работаю за компьютером и все у меня хорошо то есть я в любой момент могу зарядить причем что заряжаю я свои устройства практически каждый день поэтому мэйзу молодец хорошо уже времени достаточно много спасибо вам за то что смотрели второй день впечатления о мэйзу я рассказывал о в общем-то его работе как он себя показал аккумуляторе и тест бенчмарка также вот и могу сказать что этот телефон действительно весьма интересен и рекомендован приобретению и меня очень сильно поразило то что ну как будто впечатлило то есть я посмотрел цену 128 гиговой версии этого устройства то есть он дешевле на сто двадцать восемь гиг нежели к примеру iphone 5s на 16 гиг то есть приблизительно ну можно взять шестидесяти четверку то есть или даже тридцати двушку дешевле чем iphone 5c вот а кстати я бы конечно с удовольствием сравнил его с iphone 5c но не знаю но вот я бы выбрал бы ну с учетом того что я приверженец компании apple я конечно не прям сильный фанат но действительно приверженец я может быть и выбрал бы 5c но такое устройство иметь у себя тоже не отказался то есть я думаю что он нет я бы выбрал этот все-таки как-то и положить чуть приелась а вот это весьма интересно хорошо спасибо вам за то что смотрели всем пока до новых встреч новых видео скоро обзор и разные фишечки плюшечки конкурс на канале есть